В 2005 году по личному распоряжению Путина в Россию привозят тело человека, который умер в Швейцарии в 1954 году. И привозят не просто так, а для того, чтобы торжественно перезахоронить в Москве. Через какое-то время Путин за свои деньги ставит этому человеку надгробие. А еще позже книги этого перезахороненного человека становятся обязательными к прочтению для всех чиновников Кремля. Речь идет об Иване Ильине. Это российский философ первой половины 20 века. И этого философа очень любит Путин. И вот тут начинается самое интересное. Потому что многие называют Ильина откровенным фашистом. У него абсолютно ультраправые взгляды. И более того, в какое-то время он даже поддерживал Адольфа Гитлера. Сам Путин часто вспоминает Ильина, когда говорит о величии России, о ее особенном пути. И, конечно же, о том, что украинцы и россияне – это один народ. В принципе, в этом контексте он цитирует и многих других философов, которые имеют схожие мысли. Сегодня я хочу рассказать о любимых книжках и четырех любимых авторах Путина, которые формируют его искаженное восприятие мира. Меня зовут Аким Галимов, и это «Реальная история». Автор номер один, без сомнения, Николай Карамзин. Именно он является творцом российской истории в том понимании, в котором ее воспринимают большинство современных россиян. И, кстати, именно Карамзин 200 лет назад начал формировать миф о том, что украинцы и россияне – это один народ. Сегодня Путин очень любит цитировать Карамзина. Хотел бы процитировать выдающегося историка Николая Михайловича Карамзина. Кто сам себя не уважает, того без сомнения и другие уважать не будут. Русский должен знать цену свою. Более того, российский президент рекомендует к прочтению труды Карамзина и даже издал указ о том, чтобы переименовать один из российских аэропортов именем Николая Карамзина. Давайте посмотрим, что особенного в этом авторе. В начале карьеры Николай Карамзин был достаточно успешным писателем, но в конце XVIII века серьезно увлекся историей. Так страстно, что в октябре 1803 император Александр I назначает его на должность историографа Русской империи. И с этого момента Карамзин начинает работу над главным проектом своей жизни – истории государства российского. Смотрите, он задумал не просто написать величественную историю России, но он решил сделать это на популярном языке. Таким образом, история становится доступной для обычных людей. И это очень важный момент в популяризации мифов. Император Александр I, конечно же, поддержал эту идею и начал финансировать проект «История». Карамзин получает доступы ко всем русским архивам и, казалось бы, проводит серьезные исторические исследования. Но на самом деле он проворачивает одну из самых больших афер века. Что он делает? Он решает рассказывать историю российского государства через историю московской династии. То есть не описывать историю создания государства, как формировали земли, народы и так далее, а просто писать биографии московских царей и князей. И вот тут кроется самая большая манипуляция, потому что он первыми российскими правителями называет правителей Киевской Руси. Таким образом, история Украины искусственно присоединяется к истории России и становится одним целым. В понимании Карамзина история России начинается с истории Киева и его правителей – Аскольда и Дира, княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого и других наших украинских князей. А за ними в книге постепенно появляются московские правители, плавно смещая акцент с Киева на Москву. Карамзин якобы опирался на достоверные источники и известные факты, но трактовал их так, как ему хотелось. Он сознательно вписал историю Украины в историю России, создав из двух государств одно и из россиян и украинцев один народ. Для Российской империи это было очень удобно – присвоить историю оккупированной в то время украинской земли, чтобы навеки сделать эту территорию своей. Интересно, что сам Карамзин называет свою работу исторической поэмой, то есть не научным исследованием, а художественным произведением. И вот интересно, что на основе этого художественного произведения сегодня пишут российские учебники истории. В 1816 году выпускают первые 8 томов истории государства российского. И интересно, что этот тираж разлетается буквально за первый месяц. Книга становится очень популярной. После этого император Александр I решает разослать тома по всем дипломатическим посольствам и государственным учреждениям, для того, чтобы каждый государственный муж мог выучить национальную историю. В томах Карамзина громко звучит миф о едином народе, которому сегодня апеллирует Путин. Но суть даже не в этом. История, написанная Карамзиным, это ультрамонархическое произведение, которое учит народ подчиняться царю. Из русских правителей-тиранов она делает национальных героев. И именно такую историю до сих пор преподают в русских школах. Автором номер два, без сомнения, является Иван Ильин, с которого я начинал эту историю. В 2015 году американское издание Foreign Affairs назвало Ильина философом Путина. Давайте посмотрим, чем он так поразил российского президента. Российские источники расскажут вам, что Иван Ильин – выдающийся русский философ и писатель. Но американские и европейские историки считают его конспирологом, русским националистом и поклонником фашистских идей. Будучи ярым противником коммунизма, в 1922 году Ильин поселился в Берлине. Там, в начале 30-х, философ стал восхвалять фашистских лидеров – Гитлера и Муссолини. В 1938 году Иван Ильин переезжает в Швейцарию, где удачно пересидит Вторую мировую войну. Даже после поражения Германии и Италии Ильин называл фашизм явлением, цитирую, «здоровым, необходимым и неизбежным». Он по-прежнему отрицал как коммунизм, так и демократию, говоря, что форма демократии не сулит России ничего хорошего. Ну а самое интересное – это заявление Ильина об Украине. Во время Холодной войны он активно продвигал идею о том, что вражеский Запад, где он, кстати, и находился на тот момент, мечтает об упадке и распаде России. Вот цитата из труда Ильина под названием «Основы борьбы за национальную Россию». Иностранцы, готовящие расчленения, должны помнить, что этим они объявляют всей России вековую борьбу. Россия превратится в источник гражданских и международных войн на века. Ради справедливости нужно отметить, что Россия и без расчленения – источник войн и всяческой нестабильности на европейском континенте. Ильин писал, что в случае захвата Украины Западом именно украинские земли будут использованы для подавления могущества России. Просто посмотрите, сколько общего в этих утверждениях 70-летней давности с тем, что сегодня продвигает российская пропаганда. Из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России. Из Украины начали делать антироссию. Плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию. Как и Путин сегодня, Ильин отрицал существование отдельной украинской нации. Он утверждал, что Малороссия и Великороссия связаны воедино верой, племенем, исторической судьбой, географическим положением, хозяйством, культурой и политикой. Ну, тут, в принципе, ничего нового. Любимый автор Путина номер три – это Александр Солженицын. Они, кстати, неоднократно встречались лично, и после смерти Путин даже установил покойному памятник в Москве. Хорошо помню все наши встречи с Александром Александровичем, и его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Для меня лично большой вопрос, что общего может быть у человека, который написал «Архипелаг ГУЛАГ» и всячески продвигал гуманистические ценности с откровенным чекистом Путиным, который снова пытается восстановить империю зла. Но, как говорится, российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос. И именно на этом украинском вопросе споткнулся Александр Солженицын. В 2006 году Верховная Рада приняла закон, в котором признала Голодомор актом геноцида украинского народа. Постепенно эта тема приобретала огласку в мире. Решения украинского парламента поддерживали власти других государств. Россия не могла остаться в стороне. В 2008 году Госдума принимает постановление, в котором признает Голод 1932-1933 годов, но заявляет, что назвать его геноцидом нельзя. Далее, чтобы остановить всемирную волну поддержки Украины, Путин нашел человека, который прекрасно подходил на роль защитника России. Того, кто сам когда-то страдал от советской власти. Александра Солженицына. Уважаемый обществом человек, кстати, лауреат Нобелевской премии по литературе, начинает активно высказываться на тему голода. И заявляет, что все призывы Киева назвать Голодомор актом геноцида украинского народа, это не иначе, как проявление русофобии и шовинизма. Вот цитата из его заметки в газете «Известия» за 2 апреля 2008 года. Такой провокаторский вскрик о геноциде стал зарождаться десятилетиями. Сначала тайно, в затхлых, шаминистических умах, зло настроенных против москалей. А вот теперь в государственные круги нынешней Украины. По разным оценкам, от Голодомора погибли от 4 до 10 миллионов человек в Украине. И память о них Солженицын называл провокаторским возгласом и басней для Запада. К тому же русский писатель не упустил возможность обвинить украинцев и в том, что, цитирую, «они же притесняют русский язык, и черное море у нас, россиян, забрали». Как и любой российский пропагандист, Солженицын активно продвигал миф о братских народах. Призывал украинцев, белорусов и россиян слиться воедино и отрицал староукраинский язык. В 1990 году Солженицын пишет эссе под названием «Как нам обустроить Россию», которое Путин лично рекомендует к прочтению. В эссе есть отдельное слово к украинцам и белорусам. Давайте я прочитаю несколько строк из слова, и сразу станет понятно, почему Путин так любит это произведение. Цитирую. Это все выдуманное недавно фальшь. Чуть ли не с 9 века существовал особый украинский народ с особым нерусским языком. Мы все вместе ушли из драгоценного Киева, откуда русская земля стала быть. Братья, не нужно нам это жесткое разделение. Это заблуждение коммунистических лет. Вы все правильно услышали. Украинского языка не существует, украинского народа не существует. Вот такая мудрость, взвешенность и глубокое понимание истории от Солженицына. Ну и последний, четвертый автор, которого очень любит Путин, это Александр Дугин. Американцы называют его мозгом Путина, путинским Распутиным. Более того, он внесен во все санкционные списки США, Канады и Евросоюза. Давайте посмотрим, чем примечателен этот человек. Александр Дугин – настоящий идеолог русского фашизма, или, как называет его сам Путин, философ. Путь Дугина в люди начался с его вступления в клуб Черного Ордена СС в возрасте 18 лет. Адепты Ордена имели даже своего рейхсфюрера Евгения Головина, проповедавшего оккультный фашизм. На заседаниях клуба тот учил своих преданных последователей эзотерики и проводил ритуальные обряды. Через 8 лет, став убежденным фашистом, Дугин вступает в Национально-патриотический фронт «Память» – организацию, которая продвигала нарративы о чистоте русской нации и называла главным источником бед русского народа, конечно же, масонские заговоры. В 1993 году Дугин стал одним из идеологов и лидеров национал-большевистской партии России, а еще через 10 лет основателем международного евразийского движения, который выступает против англо-саксонского мира. И считает США главной угрозой – пропагандирует диктатуру и полный идеологический контроль над обществом. Александр Дугин никогда не скрывал своих намерений. Единственным правильным будущим для России он считает создание евразийской сверхдержавы. Конечно же, за счет поглощения и порабощения соседних государств. В принципе, это очень типично для всех. Российских шовинистов. Дугин написал более 80 книг, и ни одна из них не признана авторитетными мировыми учеными. По той причине, что Дугин одновременно и сатанист, и православный, и старовер, и фашист, и коммунист, и оккультист. И это причем далеко не весь список убеждений уважаемого в России философа и, кстати, профессора Московского государственного университета. Оказывается, своей миссией Дугин также считает приближение конца света. На самом деле, нам не думать, не наступит ли не наступит этот конец мира. Нам надо думать, как его осуществить. Путин очень много почерпнул из книги Дугина «Основы геополитики», которая была написана еще в 1997 году. В этой книге Дугин говорил о том, что путь к возвращению величия России – это, конечно же, дестабилизация, дезинформация и аннексия. В принципе, все те инструменты, которые Россия использует сегодня. Своё видение относительно Украины философ тоже выразил достаточно четко. Существование Украины в нынешних границах и с нынешним статусом суверенного государства тождественно нанесению ужасного удара по геополитической безопасности России. Дальнейшее существование унитарной Украины недопустимо. В дополнение к предложению аннексировать Украину еще 25 лет назад, в своих «Основах геополитики» Дугин советует российским властям содействовать выходу Англии из Евросоюза, а также сделать Иран своим союзником. Напоминаю, это было сказано еще 25 лет назад. И вот обратите внимание, что уже через год после публикации этого шедевра Дугин становится советником председателя Государственной Думы Российской Федерации, а в 2008 году он становится неофициальным идеологом партии «Единая Россия». Все это свидетельствует о том, что уже тогда концепции и мысли Дугина были абсолютно применимы для руководства России. В 2015 году Дугин заявил, цитирую, после Евромайдана Украина перешла в лагерь врагов, блокируя саму возможность имперского возрождения России. А сама Россия оказалась в капкане. Уже тогда он настаивал на том, чтобы Путин признал так называемые ЛНР и ДНР и ввел войска на территорию Украины. Самого Путина Дугин называет «приговором Запада». А в 2017-м заявил, что Путин прислушивается к его советам, однако действует слишком медленно. В конце августа о Дугине заговорил весь мир. Под Москвой была убита его дочь Дарья, ее взорвали в машине. Она поддерживала взгляды отца и активно продвигала его безумные идеи. Но по одной из версий взрывчатка была предназначена все-таки для самого Дугина. После этого идеолог российского режима написал статью, в которой призывал россиян готовиться к последнему смертному бою с Западом. Сначала можно подумать, что все эти идеи, книги, высказывания – все это безумные мысли безумных людей. Но посмотрите, как много из всего этого они воплотили в жизнь. Эти идеи из 18-го, 19-го, 20-го столетия – идеи, которые абсолютно устарели, но которые при этом являются реальным видением будущего для миллионов россиян. Это имперская болезнь, и победить ее может только полный военный разгром России. На самом деле, такой путь проходили многие империи, и все они заканчивали одинаково, сколь бы сильными не были их идеологи. Такая вот реальная история. Редактор субтитров А.Семкин